Всем большой привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем уходе за лицом. Подобное видео я снимала где-то в начале зимы, и это был зимний уход. Сейчас у нас пришло тепло, и поменялись у меня многие продукты косметические. Есть некоторые, которым я осталась верна, но все же я постаралась поменять свой уход на более натуральный. И я очень довольна сейчас этими косметическими продуктами, и конечно же хочу рассказать вам о них. В этом видео я не буду показывать все продукты, которые я использую. Я покажу самые любимые и, скажем так, те, на которые я хочу обратить внимание. Первый крем, который я хочу показать, я его уже показывала вам в своих покупках. И просто я хочу показать, насколько я его люблю и как много я его использовала. Это крем от Ботаникус с жасмином. По отзывам это просто бестселлер в Ботаникус, и подходит он для всех типов кожи, в том числе и для жирной. Хорошо очень стягивает, сужает поры, успокаивает кожу. Я обожаю этот крем, и вы можете видеть, насколько много я его уже использовала. Его можно применять как утром, так и вечером. Это очень приятный жасминовый запах. Ну, он натуральный, то есть вы, наверное, знаете, как пахнет натуральная косметика, но я вам скажу, что мне нравится этот аромат. В общем, этот крем я очень люблю, пользуюсь им с большим удовольствием и рекомендую присмотреться вообще к данной косметике и в частности к этому крему. Также к 8 марта я получила замечательный подарок также от Ботаникус крем для интенсивного ухода с экстрактом календулы. У меня как раз месяц назад возникла проблема небольшая с кожей. Появился дерматит, и Юля, так как я с ней общаюсь, Юля Ботаникус, общаюсь мы с ней дружим, она знала мои проблемы. Она мне прислала к празднику, к 8 марта, уход. И вот она мне прислала вот этот вот крем с календулой. Можете видеть, как я его активно уже использую. Просто стал мой еще один любимый крем. То есть вот эти два крема, это просто для меня лучшие кремы, наверное, за последний, там, я не знаю, наверное, за последний год. В общем, этот крем тоже успокаивает. И, к сожалению, моих покраснений, которые у меня появились, дерматит на щечках, эти кремы не убрали. Потому что все-таки это проблема изнутри. И я знаю, что мне нужно работать со своими нервами. В первую очередь, тогда не будет никаких проблем на лице. Я работаю с собой и стараюсь поменьше нервничать. Но бывают ситуации, все-таки я живой человек. И поэтому таким образом может проявляться мои какие-то неспокойные мысли на моем лице. В общем, но помимо вот двух мест, где у меня дерматит, вся кожа на лице просто в отличном состоянии. И я знаю точно на 100%, что благодаря вот этим вот двум средствам. Что могу сказать про специальный уход за воспаленными местами? Я посетила косметолога, конечно же, я не стала заниматься самолечением. И я пошла как раз на чистку. И мне косметолог посоветовала некоторые препараты. Вернее, специальный крем и пропить витамины обязательно сказала. Прописала она мне вот такой вот крем, называется физиогель. И вообще этот крем рекомендуют использовать людям, у которых сухая, чувствительная кожа и склонная к дерматитам. На самом деле уникальное средство, потому что этот крем у нас гипоаллергенный. Если вы склонны к аллергии и не можете найти себе какой-то крем, потому что все-таки даже натуральная косметика, она не может быть 100% гипоаллергенной, потому что в ней много используется натуральных компонентов, которые могут вызывать индивидуальную чувствительность. Что касается этого крема, то он полностью гипоаллергенный, он без парабенов, без силиконов. И его как раз рекомендуют людям, у которых появляется дерматит. Мне прописал косметолог этот крем. Я его стала наносить легким слоем не только на вот эти проблемные места, но и на ночь я его использую полностью на все лицо. Конечно, колоссальная вообще вещица, и я вот ее, конечно, смело могу рекомендовать, потому что она не вызовет у вас аллергии однозначно. Очень классно успокаивает кожу, не имеет запаха вообще. То есть 100% гипоаллергенное средство. Также мой косметолог мне посоветовал обязательно принимать витамины для того, чтобы улучшить состояние кожи, волос и ногтей. И она мне посоветовала принимать Перфектил Плюс. Да, эти витамины не дешевые. Я покупала их за 193 гривны, почти 200 гривен. Но здесь комплекс на один месяц, и здесь два вида витамина, два вида капсул. Знаю, что эти витамины вызывают спорное мнение у людей, потому что очень многие не могут переносить прием данных витаминов. Вызывают и тошноту, и боли в желудке, но на самом деле, если правильно принимать их, то, скорее всего, никаких побочных эффектов вы не будете испытывать. Обязательно нужно витамины принимать после еды и обязательно запивать стаканом воды, потому что если на голодный желудок, то да, заболит желудок. Но в любом случае, конечно же, да, могут быть побочные эффекты, никто не застрахован. Но, слава богу, у меня нет ни тошноты, ни боли в желудке, и я спокойно принимаю эти витамины, довольна ими, и надеюсь, что они мне как-то немножко поддержат, в более лучшее состояние приведут мою кожу. На данный момент меня волнует больше всего моя кожа. Когда я пошла в аптеку покупать физиогель, к сожалению, в наличии его сначала не оказалось, и мне хотелось очень срочно, очень быстро купить что-нибудь, чтобы замазать свои красные пятна на лице. Посоветовала мне продавец мазь, которая называется лакоид. Это, конечно же, не физиогель, потому что это совершенно разные вещи. Если это крем для лица, и он гипоаллерген, то это конкретно уже лечебная мазь, которая у нас состоит из гидрокортизона, называется лакоид. И, насколько я знаю, это у нас гормональный препарат, и его нужно наносить только локально, на зоны, которые вы хотите вылечить. Его нельзя использовать долго. Я его использую, честно. Я наношу, когда я дома без макияжа, я наношу на свои красные пятнышки это средство. Использую его где-то около пяти дней. Пока, конечно, на одной щеке у меня покраснение прошло, на второй пока еще есть. Также были покраснения у меня в области бровей. Там уже все прошло, буквально за два дня. Но все же, если выбирать, то физиогель, он более безопасный. Конечно же, это далеко не весь уход, который я использую. Есть еще средства для умывания, есть уход под глаза, за кожей век. Но мне хотелось сегодня сделать акцент именно на основной уход за кожей. Так как она у меня сейчас очень чувствительная, раздраженная, я стараюсь использовать эти средства. И мне кажется, что они наиболее подходят мне в данном случае. В комментариях напишите мне, как часто вы меняете свой уход за лицом, от каких факторов это зависит. Возможно, от времени года, либо еще от чего-то. И, возможно, какие-то средства, которые вы сейчас используете, и вы ими очень довольны. И мне, конечно же, очень будет интересно почитать ваши комментарии, так как я у вас очень многому учусь. И иногда ваши советы, вернее, не иногда, а очень часто мне помогают справиться с какими-то проблемами. Спасибо, что были со мной. Спасибо за внимание. И до следующего видео. Всем пока.